Новая программа НАСА по исследованию космического пространства человеком называется Constellation. Впервые за поколение мы отправимся за пределы низкой околоземной орбиты, вернёмся на Луну и расширим присутствие человека на Марсе. Исследование должно проводиться поэтапно, потому что мы извлекаем уроки из каждого путешествия. Есть связь между каждым местом, куда мы ходим. Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем человечество отправится на Марс, предстоит проделать большую работу. С каждой миссией мы становимся умнее в исследованиях, изучаем возможности нашего оборудования, изучаем окружающую среду, налаживаем партнёрские отношения. И в конечном счёте снижаем риски космических полётов благодаря полученным знаниям. Совершая наше путешествие рассчитанными шагами, Constellation сначала отправится недалеко от дома, в 220 милях над Землёй, в плавучую лабораторию в космосе, называемую Международной космической станцией. Я, Пэм Мелрой, будучи пилотом космического челнока, а затем командиром шаттла, я трижды посещала космическую станцию. Станция – самый большой космический корабль, когда-либо построенный. Построенный по частям на низкой околоземной орбите, это величайший инженерный подвиг, который когда-либо предпринимало человечество. Станция позволяет проводить уникальные научные исследования без ограничений гравитации. Но вы можете быть удивлены, обнаружив, что это также играет важную роль в нашем возвращении на Луну и в конечном счёте в том, что люди ступят на Марс. Космический корабль «Орион» – это следующий пилотируемый космический корабль Америки, поэтому аппарат будет способен выполнять полёты на низкой околоземной орбите, а также способен выходить за пределы низкой околоземной орбиты. Эта новая конструкция космического корабля использует при возможности делать и то, и другое. Это... Орион удовлетворяет потребность в космической станции. Это перевозит экипажа туда-сюда. Но полёты на космические станции служат большой целью и для Ориона. Вы же не хотите брать новую машину в длительную поездку в первый раз. Итак, с точки зрения строго Ориона, мы получаем много пользы от этих околоземных полётов на низкой околоземной орбите, чтобы опробовать космический корабль. Когда мы отправимся на станцию, будут выполнены практически все функции, которые нам нужны на Луну 4 Орион. Вам нужна выработка электроэнергии, вам нужен терморегулирование, очевидно, вся авианика. Вам нужны рандеву и стыковка, которые имеют решающее значение, очевидно, для лунной миссии, когда вы отправляете модуль на поверхность. А затем должны воссоединиться с ним, когда он вернётся. Таким образом, практически каждая система, которая должна использоваться для полётов на Луну, используется во время этих миссий на низкой околоземной орбите. Нормальная ротация экипажа на космической станции составляет примерно 6 месяцев. Экипажи иногда будут немного короче, но это уникальная возможность, поскольку экипажи остаются на несколько месяцев. Как мы все знаем, когда вы помещаете человека в среду, свободную от гравитации, это новая среда для организма. А тело очень пластичная штука и приспосабливается, и поэтому ваши кости начинают терять костную массу. Кроме того, ваши мышцы также становятся слабее, потому что вы не используете их каждый день, чтобы бороться с гравитацией, как вы делаете здесь. И даже ваша способность тела контролировать себя с сенсомоторной точки зрения, то, как ваш мозг управляет действиями вашего тела, всё это было разработано в условиях гравитации. Когда это пройдёт, эмоции должны быть в основном сброшены. Вся программа исследований человека, с которой в настоящее время работает НАСА, была очень тщательно пересмотрена, чтобы сосредоточить усилия во время МКС на решении проблем, связанных с созвездиями. Отвечаю на проблемы, связанные с разведкой. Например, мы активно изучаем фармакологические меры противодействия потери костной массы, физические упражнения и питание в качестве мер противодействия потери как костной, так и мышечной массы, а также конкретные виды тренировок для экипажа, чтобы помочь справиться с их сенсомоторными проблемами. И поэтому станция — это уникальная возможность посмотреть как на то, как меняется человек за это время, так и на то, как вы, как организация поддержки, должны приспосабливаться и поддерживать этих людей, чтобы позволить им функционировать, когда они доберутся до места, куда они хотят попасть. Основываясь на нашем опыте работы на низкой околоземной орбите, Орион и его лунный спускаемый аппарат Альтаир, пролетят более 200 миль до Луны. Миссии будут гораздо более сложными, чем лунная программа Аполлон. Астронавты смогут приземлиться в любом месте на Луне, пробыть там дольше, чем смогли астронавты Аполлона, и исследовать Луну так, как никогда раньше. Луна завораживает некоторых астрономов и геологов, потому что это пример планеты земной группы, которая никогда не проходила ранние стадии развития. Итак, на Луне мы можем посмотреть на особенности и процессы, которые сохранялись в течение 3-4 миллиардов лет, и увидеть вещи, которые, вероятно, происходили на Земле, но были стерты всеми эрозионными процессами на Земле. Таким образом, Луна, однако, похожа на урок истории и учебник. На заре существования Солнечной системы миссии Аполлона представляли собой трехдневные полеты в экваториальные регионы. И они действительно провели некоторые научные исследования районов, вокруг которых они приземлились. Но в рамках программы Constellation мы отправляемся на Луну, чтобы иметь возможность научиться там жить, оставаться там. Использовать имеющиеся ресурсы для выполнения наших миссий и решать эти проблемы в ситуации, когда экипаж находится дальше от Земли. Сценарии исследования Луны Constellation делятся на две разные категории. С помощью лунного посадочного модуля Altaïr мы можем высадить экипаж из четырех человек в любом месте на поверхности Луны и поддерживать их в течение 7 дней. Или для того, чтобы развернуть телескоп или провести геологическую экспедицию. Есть другая конфигурация, другой вариант, если хотите, лунного посадочного модуля Altaïr, и он называется грузовым посадочным модулем. И эта грузовая версия Altaïr позволит нам доставить большие части инфраструктуры лунного аванпоста, такие как большая среда обитания, или несколько марсоходов под давлением, или большие мощности по производству электроэнергии. Все необходимые строительные блоки лунного аванпоста. И этот аванпост будет содержать экипаж из четырех человек для миссий продолжительностью до 180 дней. Итак, лунный посадочный модуль Altaïr будет тем способом, с помощью которого мы доставим экипаж туда и обратно. Он доставит туда экипаж, подождет их 180-дневный рабочий день, а затем сможет доставить их обратно на космический корабль «Орион» на низкой лунной орбите. Операции лунной программы Constellation действительно будут сосредоточены на следующем. Каковы возможности и методы, которые нам необходимо развить, чтобы овладеть ими, чтобы снизить риски, связанные с отправкой людей на Марс? Как астроном, я всегда считала Марс одной из самых интересных планет в нашей Солнечной системе. Роботы-марсоходы исследовали планету, поразив наше воображение и дав нам возможность заглянуть в ее многочисленные тайны. В конечном счете, план миссии Constellation направлен на то, чтобы развить эти знания и направить человеческие научные экспедиции на Красную планету. Марс – это планета, которая геологически более сложна, чем Луна, и на ней когда-то была вода, взаимодействующая с ней. И мы видим огромные тектонические особенности и гигантские вулканы. Вулкан Олимп – один из крупнейших вулканов в Солнечной системе, размером примерно со штат Аризона. Итак, эти особенности – новые вещи для изучения. И, конечно, всегда существует интригующая возможность того, что в начале истории Марса, когда там была вода, могло быть раннее развитие форм жизни или чего-то, что предшествовало жизни. Исследование Марса человеком отличается от любой миссии, которую мы проводили раньше. Во время Аполлона миссии были довольно короткими. Три дня там, три дня исследуем поверхность и три дня возвращаемся. Но с исследованием Марса человеком все гораздо сложнее. Экипажу потребуется около шести месяцев, чтобы добраться до Марса. Это примерно то, что мы делаем на космической станции и в миссии по ротации экипажа, так что мы многому там учимся. Как только экипажи доберутся до Марса, они будут исследовать планету около 500 дней, ожидая правильного выравнивания между Землей и Марсом. И когда это выравнивание произойдет, потребуется еще около шести месяцев, чтобы вернуться. Итак, в целом, это снова примерно двух с половиной летняя миссия, шесть месяцев оттуда, полтора года там и шесть месяцев обратно. Будущее исследование Марса человеком будет поэтапным, начиная с Земли. Земные аналоги учатся тестировать системы и то, как все работает. Системы созвездий, которые мы разрабатываем сегодня, будут очень полезны для будущего исследования Марса человеком. Запуск капсулы Орион идеально вписывается в условия доставки экипажа на низкую околоземную орбиту численностью до шести человек. Космическая станция подходит для того, чтобы стать очень важным испытательным стендом для операций человека в космосе. Будущие системы, которые мы собираемся высадить на поверхность Луны, места обитания, марсоходы под давлением, энергетические системы. Все эти элементы будут, если не идентичны, то очень похожи на системы, которые действительно доставят на Марс. Итак, все, что мы делаем сегодня в Constellation, имеет очень сильное влияние на будущее, от космической станции до Луны, вплоть до будущего исследования Марса человеком. У нас нет четких временных рамок, когда мы могли бы отправить людей на Марс, но мы знаем, что это произойдет через несколько десятилетий в будущем. Это означает, что сегодняшние дети, которые только поступают в начальную школу, на самом деле могут быть настоящими астронавтами, которые летают на эти миссии. Поэтому очень важно вдохновлять детей заниматься математикой и естественными науками, чтобы мы продолжали это делать, чтобы эти дети действительно могли исследовать Марс. Это одна из задач, которые НАСА ставит перед человечеством, начать расширять наше присутствие за пределами этой планеты. В отличие от прошлого, когда у многих детей не было ожиданий, что человечество движется в этом направлении, у нынешнего поколения есть. Это часть их культуры, и поэтому я думаю, что у нас будут хорошие возможности для этого, пока мы готовим их ко всему необходимому. Что мы берем на себя обязательства по образованию и подготовке их к навыкам, необходимым для поступления туда. Я много думаю о долговечности программы Constellation. У меня есть пятилетняя дочь. У нее есть свой маленький макет Ориона, как и у многих детей-людей, работающих в программе созвездия. И поэтому я много думаю о наследии, которые мы оставляем в этих ранних миссиях, и о том, как оно будет развиваться со временем и станет космической программой, которую унаследует моя дочь, а когда-нибудь унаследует ее дочь и сын. Я думаю, что большая часть гордости за то, что мы делаем, заключается в том, что мы чувствуем, что на самом деле мы те люди, которые поддерживают это для наших детей. Итак, сейчас мы рассматриваем процесс перемещения человека в Солнечную систему, которая имеет не только технические последствия. Это имеет социологические последствия с точки зрения развития технологий, с точки зрения вдохновения молодежи, с точки зрения демонстрации лидерства в мире, с точки зрения создания новых возможностей для экономики и экономического развития, в космосе и научных последствиях от околоземной орбиты до Луны, Марса и далее. Констеллейшн использует концепцию освоения космоса и превращает ее в стратегический план миссии, чтобы расширить наше человеческое присутствие дальше, чем это было в прошлом. Констеллейшн преодолеет многие трудности, совершит новые открытия, продвинет технологии и напишет новые главы в космической истории по одному пункту назначения за раз. На каждом запланированном этапе нашего путешествия мы будем не только пытаться разгадать тайны нашей Солнечной системы, но и удовлетворять наше человеческое желание исследовать. КОНЕЦ